ДИГНИТОС 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 Как можно быстрее, потому что уже с ума начинаю сходить. И да, админы просто, админы молодцы. Вообще вот из всех чемпионатов, на которые меня приглашали комментировать, онлайн турниры в основном, да, вот этот самый вообще замечательный по организации. Очень много полезного я узнал о проведении, ну и это соответственно радует. Ну что ж, первый раунд ЗЛДЛС, маньяк готов реализовать ЭКМ на БЭИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Субтитры сделал DimaTorzok Квикли затащил, молодец, но на бомбе, затащил на бомбе. Очень, знаете, и очень сомнительное решение было у датчан. Но вот настроены они были, по-моему, изначально на эко. Чутка не хватило. Так, 2-0. 2-0, L-DLC впереди. И давайте наблюдать, что будет дальше и с чем мы это будем с вами есть. Маньяк идет под B. Хэппи по длину плановый раунд. Квикли. Так, номер 9 он сегодня у нас на этой карте. Посмотрите, что у датчан. Они берут ФАМАС, и Дюпри берет скаут и готов долбить всех. Ну, Бэплэнт он здесь по-любому не принимает на 100%. Просто позиция опасная у него. Да, вот видите. Без армора, да еще и со скаутом. Ну, короче, датчане сейчас просто съели. Хотели показать то, что они могут стрелять. И в итоге показали... И в итоге не показали этого. Ну, 2 игрока будут сейвить, естественно. Так, ну, видать, нас с вами ожидает здесь... Очень-очень долгое противостояние, судя по динамике боя. Я думаю, Дигнетас будут бегать и вчетвером на сейв, и втроем на сейв. Если будет падать Бэплэнт, это будет печально. Я сразу вспоминаю, знаете, времена Mortal Teamwork, когда... Они любили очень сильно играть с поляками. Это было их, во-первых, поляки никогда не были бы их постоянными спарринг-партнерами. Ну, там, на тренировках, на праках. И приколы были всегда такие, что заруба между этими командами была совершенно непонятной. Я имею в виду динамику. Ну, например, умирает человек на Б один, а туда выходят всего лишь 2 игрока атаки, 3 на медле. Но тип, который стоит на медле, вместо того, чтобы засупортить бэй, закрыть хотя бы одного, разменяться как-то, да, берет, уходит в КТ-респ, и датчане просто бегут сейвить все в яму. Всей бандой просто. Ну, здесь ситуация 1-1, удается довести. Фомас фетиш сейвит. Вы посмотрите, какой фетиш. Давайте его посмотрим. Мне интересно, что-то он какой-то. А как кликать-то? И что мне делать теперь? И что, я клик, у меня не получается. А, нельзя профиль посмотреть теперь, да? Такие дела. Ого-го-го-го. Я хотел фоточку побольше. А то он какой-то похож на Джейсона Стэттема, только побольше. Фетиш. Ого-го-го-го-го. Слушайте, да он круче Чака Норриса кидает гранату и... Просто в тайминг. В медленный французский тайминг. Ну, героем, наверное, будет все-таки вот этот парень, этот персонаж. Он же Квикли. Вообще, достаточно быстро команда согласилась играть вторую карту, несмотря на то, что... Это касается французов, несмотря на такое поражение. Но за ними атака. И вторую карту же они начинают в засильную сторону. Что это значит, я не знаю. Ксипикс принимает плен Дюпри... От Апкси... Все, я обмолчу. Начинаются русские фильмы от датской команды. Остается последний маньяк. Бежит с КМом. На парочи дым. Понимаешь, что, скорее всего, красный занят. Выжидает А. Игроки нападут. Так, ну вот игроки... Ксипикс играет на чек. Посмотрите, какой хитрый. Но, тем не менее, заставляет себя выйти. Прочекать. Маньяк его подловил. На, нафпень. 25 кп. Вот это жесть. Парыч запирает. Ну, ну, ребята. Ну, неужели это нельзя назвать великолепной игрой от датской команды? Это же даже не девайсный раунд. Они волевой бай проиграли. Просто жесть. Ну, подстрелил девайс еще к МСу на тиммейту. Так, АВП. Да, ВП забрал девайс. Все ок. 3-1. 3-1 от датской команды берет. Несмотря на то, что они проиграли волевой бай. По факту должны были закупаться только в пятом. Она берет четвертый раунд. Ну, ломает... Ну, во-первых, правит экономику себе. Во-вторых, ломает экономику соперника. Маньяк покупает ЭКМ и будет пытаться... Так, я вот респаун пропустил. Но, судя по всему, два было респа под Б. И маньяк ожидает пуша. Почему пушки не видно, непонятно. Hello, Valve. Пофиксите уже это. Так, ну и продолжается ракование. Медленно игра через мидл. Два игрока в тэш. Кеф в туннеле. Выход на Б от маньяка. Попытка проскочить девайса. Но тут без шансов, конечно же. Ципик с поджим. Мид играет агрессивно. Это Каджун. ПВП. На него эти точно не варик. Но есть шанс зацепиться. Ловит кивик на сейве. Падает бомба. И, в общем-то, здесь все. Все, что можно сказать об игре команды LDLC. И это все. Но я говорю про этот раунд. Хотя, знаете, вот ребята сейчас зазалдело себе вряд ли себя сейчас чувствуют уверенными в себе. Потому что они проиграли весьма эпичный нюк. Я не знаю. Но это надо пересматривать на ютубе. Можете потом запись найти. Не знаю. Демку обязательно. Мы просто обязаны потом скачать демку и посмотреть ее. Так как... Ну, там столько нереальных моментов, что можно просто с ума сойти. Два-три. Раунд преимущества взял в LDLC. Дигнитос накопили еще чуть-чуть денег. Слом-рэтрин, ра-трай надо сделать. Ну, вот тут в чате на Твиче наш постоянный подписчик-хлебушек просто зажигает. Ну, датская команда, как видим, потеряла... Вот смотри, сейчас будет сейф на длине. Не, Ксипекс, что? Не-не-не, все, пробили Ксипексу. Ну, ура. Так, я отвлекся на чат. В общем, про старый анекдот. Не знаю, что меня зацепило. Вот шел медведь по лесу, увидит машина, горит, залез в нее и потушил. Террористы, выиграли. Террористы, выиграли. Так, все, меня теперь точно никто отвлекать не будет. Забаррикадировался. Хочу спешить, спешу сообщить вот зрителю с ником МэйЕЛАЙЕЛАЙЕЛАЙЕЛАЙЕ, то, что тебе 24, а ведешь ты себя просто как... А, ты фанат Нео, все понятно. Поведет себя как... Да я не от анекдоты, ко мне просто залетели. Ладно, все, давайте смотреть. Чет 2-4. Французская команда пока впереди. Знаете, вот очень сложно смотреть ДАС второй после такой быстрой игры на Нюхе. И, знаете, одна команда играла агрессивно, вторая тоже. Датчане, конечно, перехитрили в парочке раундов, но... Это не спасло. Но это не в этом соль. Так, хорошая флешка сейчас залетела. Ксипикс принимает его, пытается отпустить Апекс. Апекс мажет, неуверенно стреляет. Зажимает, тем не менее, был сделан фраг, но это уже никак не поправит общую ситуацию. Его тиммейта, к сожалению, не поддержали. Таким же огнем 4-3. Ну, короче, не взяли. Не взяли ТЛДЛС. Так, 1-4-3-3-3-3-9. Ну, дальше по наклонной, наверное. Ну, здесь либо один сливной, остальные на девайсах. Ну, скорее всего, один просто сейчас купит раскидку и пойдут куда-то быстро сыграют. Так, ну, есть резб длина, накидывать не будут. Да, накидывать не будут. И попробуют, скорее всего, сыграть в захват. Будет выпад. Так, идет чекаться 0. На нуле Каджун принимает спокойно. Кейли готов. Вот мне написали, что Кейли, но вот я все равно говорю Квикли, не знаю. Либо Кьоли, без разницы. Фетиш. Сейбекс. Ну, длина забирается спокойно от фетиша. Три головы в банку и хэппи единственный, кто остается в живых, как видим. Как-то вяленько лодился, сейчас разыграли. Купили вроде флешек, а реализовать не смогли. Подбирает КТ-респаун, подбирает фарапетом. Хорошая стрельба по 250, прыжок, ушел, но и призабирает. Молодцом. 4-4. Я же не виноват, что вот у него, у Ксипекса ник... Вообще, если прочитать, вот, да, вот как человек русский, да, читает. Ник у него хурях. И мне вообще без разницы, как он правильно произносится. Потому что если... Вот есть, например, ник Фетиш, который понятно, как произносить. Есть ник Маньяк, который понятно, как произносить. Есть ник Апекс, который понятно, как произносить. А есть вот такие вот парни, как К, К, Ю, Л, Игрек. И, конечно же, Икс, Игрек, П, Девяточка и Икс. Я поражаюсь на датчан. Я не... Я и говорю сейчас не про ники, а про то, что они сделали в центре. Олдовая подсадка. Олдовая 2дшечка, которая контрит парыч. В итоге от дыма игроки вышедшие в парапет. Не скрылись, Каджум закрывает. Ну все, девайс просто должен сейчас врываться. Ворвись в мид, добей двоих. Французы сидят на булках, ждут. Все, они уже боятся просто идти дальше. Не дошли даже до винта. Ну что за жесть. Фетиш, поджимая длину, ну да, и подорвали. Ну все, французская атака. Авторитет французской атаки от команды LDLC сейчас был полностью подорван. И, по-моему, датчане уверены в своих силах. Хотя после такого нюка любая бы команда, по-моему, была бы уверена в своих силах. И выигрывать такие встречи, тем более камбэкам, это надо еще научиться. Ну знаете, LDLC не выглядит после готовиться для кого-то, по-моему, уж угрожающим. Потому что они показали, какие они есть на самом деле. То есть на лане. Так, фетиш заходит в банк под моменталку. Ну тем, как видим, стоят. Натравим нули. Ну, попытка выхода в банку закончится сейчас для них. Ну, либо уверенность любой фетиша, либо его заберут. Под флешечку! Уходит! Ну да, давай, в ряд просто вышли. На одного, двоих потеряли. Тем не менее, у Квикли есть девайс. Пытается открыться, видит рекламу. То, что ушел в карман. Ушел в карман. Слепой игрок защиты. Реализация девайса. 2 в 2 ситуация. Попытка выцепить КТ. Игра против АВП. Уверенная стрельба. Размена Дюпри. И АПЕКС добивает Дюпри. Ой-ой-ой. Подлавливает его на медле. Вот это раунд. Вот это раунд 5-5. Удивляют французы. Ну, может, это даст им сейчас свежих мыслей. Товарищ Ховмасян. Я его буду называть. У него фамилия Ховмасян. Поэтому буду его называть по фамилии. Раз какой-то типа 24 лет рассказывает мне про мой плохой английский. Хотя он у меня плохой. Да это просто капитанизм. Так, девайс. Бояться. Бояться идти просто на него. Но, тем не менее, он спалил мидл. И тут еще такая штука. О, еще АВИК смотрит нижнюю. Размен. Вот это артисты. Вот это артисты. Что французы, что датчане. Я не знаю. Ну, нереально же. Ну, нереально же просто. Сейчас они показывают такой экшен. Что просто слов нет. Но раунд весьма неоднозначный. Есть очень успешная перетяжка под Б-плент. Датчане сейчас просто потеряли нить к игре. И не понимают, что пытаются сделать французы. Просто вот такой серии разменов нестандартные. Ну как? На мясе АВП стояло. Тем не менее. Занимает девайс Б-шечку. Мажет Савика. Ого! Ну это тут два просто. Два прямых. Два прямых АВП. Дюбри гибнет. Гибнет девайс на точке. Апекс берет дело под свой контроль. Снайперы обеих команд сыграли как... Как я на матчмейкинге. И... В общем-то... Я тоже так на Б мажу, так что все понятно. Ну и стандартный сейф от датской команды. Ну, Каджун будет здесь ВП терять невыгодно. Ни при каких обстоятельствах. Ну и того мы имеем. Смотрим. Фетиш 14 на 6. 9 на 6. Дюбри 8 300. 800 девайс. Ну тут будет... Ну в принципе да, будет здесь наверное на бай. Если сейчас конечно АВИК засейвит. Если вообще оба игрока засейвят. Ну вот DLC посмотрите. Они даже... Они тоже... Они боятся идти выбивать их. Они понимают то, что... Тебе стреляют жестко. И как раз таки к этому все идет. Поэтому стоит как-то... Стоит как-то попытаться... Тоже остаться в живых. И не отдавать. Важное оружие. Ну и если там Дигнентас выбили бы сейчас АВП. То было бы 2 АВП. Это уже... Куда хуже. Ну одно бы вон дали фетиш. Второе дали Каджун. Был бы просто эпик. В итоге смотрим какой все-таки будет билд. 1 АВП от Каджун. 2 3 игрока на А. Играют длину. 2 Б играют классику. Хэппи. Ох, под попу накидали гранат. Не удалось реализовать первый респаун. Зато фетиш совершенно спокойно прошел в банку. И датская команда может сосредоточить свои силы. Ой, лол. Откидка флешки через стенку. И спокойный выпад от фетиша. Минус хэппи на респе. Спарычи пытаются выйти Тимал ДЛС. Но понимают, что идти на А уже просто слишком поздно. Потому что сплит огня не получится. Фетиш защищает длину. Ну, тем не менее, ситуация 4 в 4. И посмотрите, французы даже не думают о том, чтобы посмотреть, что кто-то мог зааркадить с банки. Но была инфа, то что фетиш отдал. Говорит о том, что французы понимают, насколько датчане все-таки пассивные. И будут стараться после минуса моментально играть сейфово. Сыграл агрессивно. Сейвиш. Сыграл. Так, бомба падает в бэплент. Ну, все. Начинаются высшие танцы. Все, авик красный. Кюкли убивает. На центре опасный АКМ. И его должны сконтрить. Авик не убивает. Фетиш подхватил. И авик 1 на 1. Есть жесть. Вот это жесть. Вот это жесть. Все на одном игроке. Ну, вот на лане к Йоли, он же к Викли, он же Ховмасян. Так, такого не делал. В интернете на такое он способен. Почему полез игрок защиты, опять же, не ясно. Но очень удачные тайминги. Словили неординарные. 5-7. Кимедигнитас нужен 6-й. Переломный момент в экономике наступает для датской команды. По-моему, понимают сейчас Апекс и Маньяк, что там 2 на Б. Неужели будут рисковать за конец? Да, пытаются играть на контакт. В итоге все это приводит ситуацию к размену. Но двоих игроков на Б видели. Возможно... Вот французы, наверное, сейчас думают, что там 2-1-2. Потому что мид занимается очень-очень медленно. Боятся они снайпера. Но снайпера там нет. Подставы никакой тоже нету. Вот Ксипикс на этот раз стянулся. Теперь уже похоже на 2-1-2. Но можно чекнуть А. И Узи, по-моему, с Хэппи сейчас будут открывающими в этом раунде. Да, все, решено. Решено выходить на Хэппи. Будет запирать. Ксипикс приходит, в принципе, вовремя накидывает. Вот это тайминг, а. Но никого не сжег. Ну, LDLC сейчас что, постояли, посмеялись. Огонь закончился. Что дальше? Дальше они уже боятся стреляться. Уже боятся стреляться. И вот, пожалуйста, Квикли. Пытался подловить Каджун, но не получилось. Каджун великолепно отыгрывает свою позицию в плейте. Забревает просто парапет. Но маньяк... Маньяк играет как маньяк. Хэппи был недалек от успеха, чтобы убить длину. И тогда раунд мог бы достаться французской команде. Но маньяк 1 в 3. Посмотрите, 27 секунд. Что делает? Падает вниз. Вот это да! Вот это да! Вот это да! Вот это да! Просто... Просто жесть! Его парят на центре! И нет! Нет, не удалось. Ну, вот последний момент. Ох уж эти бегуны! Вот он реально сейчас хотел сыграть как маньяк. Если бы ему дали пронести эту бомбу на Бэй, и не прошла бы инфа то, что он упал. Хотя звук, по-моему, да, звук был того, что он коснулся бустера, коснулся этой мусорки. То это было бы жестко. Вот мы сегодня один из таких очень пикантых моментов видели на нюке, когда был супер-ниндзя-дефьюз. Бум! Ха-ха-ха! Это вообще пять. С плохим респауном. Ну, всё. Сейчас там сгорел хэппи. Всё, всё. Закрыли. Моментально просто после... Ну, моментально тимбиканты соотвечают и просто насилуют французскую команду на длине 7-7 в итоге в первой половине. Такой счёт, в принципе, означает борьбу, но кто его знает, что придумают датчане, играя в атаке. Сможет ли, например, вот снайпер под ником Каджун играть так же уверенно с ВП, как и в защите? Сможет ли он или нет, мы узнаем уже буквально через раунд и что покажут французы за деф? В принципе, у них с ним должно быть всё в порядке. Там просто стоишь и ждёшь. Девайс вообще без шансов просто. Не законтрил Апекса. Ну как, оставил ему 16 хп, но это не результат. Каджун не торопится. И будет реализация Девайса. Да, проскакивает на красный игрок. Вот так вот. По ноге. Ой-ой-ой. Вот эта вот пассивная игра просто меня сейчас радует. И какой таймерк на центре? Ловит сейчас Викли, берёт АВП, ловит флешку. Его забревает моментально Ксипикс, исправляет ошибку. Дюпли в этот момент играет опять в какого-то, не знаю... Но он какой-то вот полный же балас, я не знаю, хитрый. Просто всегда со спины вроде бы и со спины ниоткуда выйти всё равно смог. 8-7 за французской командой. Первая половина, ну, взяли сильную сторону. Молодцы, можем их с этим поздравить. Так, nice, quickly. Ready, ready, good health. Ну, тут все довольны, все рады. На медле, конечно, была полная подстава для датской команды. Не ожидали. Игроки на центре, что вот будет. Такой жёсткий огонь. Ну, и теперь автодиректор понеслась. 8-7 обычно означает борьбу, но здесь не ясно, какая будет атака. Просто не ясно. Может быть, всё что угодно. Девайс. Не рискнул выходить. Но это правильный поступок. Лукоев, конечно, масса. Ну, затяжной раунд, это определённо... Как мы с вами знаем, вообще затяжные раунды, это конёк датских команд, поэтому будут играть на максимум. Оно ясно, в нижнюю сетку играть никто не хочет идти. В нижней сетке рандома больше. Там играется одна карта, а не три. Неужели будут идти на Б? И посмотрите, идут как раз-таки против Узи. Такое ощущение, что они... Ну, вот это сейчас был просто лутс полный. Я не знаю, как будут отбиваться здесь французы, но... Ну, тут, конечно, да, отданный центр без поджима... Нет, поджима с парапета. Нет никакой агрессии вообще со стороны Апланта и вообще от стека Апланта. Ну, эти ML DLC понимают, что их просто сейчас, грубо говоря, поимели. При том, что раунд очень... Знаете, раунд был в стиле... В стиле команды Na'Vi. Вот у ЛДЛС на Б-планте. Один смотрит мидл, второй стоит, чекает... При том, что мидл чекается и... Так, ну, тут три в два размен. Ну, может зажечь сейчас. Может, сейчас зажгет у нас Киоэль. Давайте смотреть, получится у него это или нет. Вот видно, что готов попадать, готов наводиться, готов стрелять. Но численное преимущество, опять-таки, команда Дигнезис решила все. 8-8. Ну, и сейчас для датчан самое главное не упороть каких-то косяков. В раундах против ЭКО, которые могут быть эпично опасными. Опять же, ЦЗшки, ЦЗшки, ЦЗшки. Неправильная расстановка сил в первом пистолетном. От французов. Ну, неправильно, опять-таки, здесь в Киоэсе все относительно. Неправильно относительно атаки, но датчане... Датчане могли спокойно упасть, если бы был хотя бы один поджимающий с парапетом. С уверенной стрельбой. Ну, например, тот же Квикли, который играет... А Плэнк мог зайти, по-моему. Ну что, минус под Бей. Хэппи остается за красным. Ждет просто выхода. Ложится Декой, он дает инфу, по-моему, про него. И остальные игроки снова заходят через центр. Ну, Хэппи там как-то отбивается, но... Все, по-моему, понятно. Ну и три игрока. Трех игроков попробует освежевать сейчас Двайс. И его... И его коллеги, и братья по оружию. Или французы не пойдут. Флэшку жалко. А вторые арморы, у них вторые арморы. Пропустили мы этот момент. Ну, теперь понятно, что не пойдут. Скорее всего, Дигнитес. Оп. Двайс спалил длину. Но Дигнитес понимает то, что там, скорее всего, вторые арморы. Возможно, даже будет влевой бай, поэтому... Готовится, скорее всего, к худшему. Тем не менее, аккуратно разыгрывают все нычки. Дают какие-то префайры. Может быть, конечно, Киоли убьет, но это вряд ли. Напомню вам, что первая карта закончилась со счетом 14-16 в пользу команды Дигнитес. Они дали просто сверхкосмический камбэк. И львиная доля раундов со стороны французской команды была проиграна просто по самым, не знаю... Самым глупым способом. К Яли, вот мне здесь говорят, что, скорее всего, Кьяли. Давайте его называть по имени. Зачем Ник? Почему ты в Яли, извертушек про, называешь белый, если он в Яли? На американской трансляции. Мне говорят ведь, Вайт, как вы говорите, белый. Ну, наверное, потому что мы с ним общались на ландфиналах в Старс серии. И как бы... Ну, ты там не думал, как там на американской трансляции. Они, я вам напомню, Есению называли Цех Найн. Поэтому я ничего не буду больше говорить на этот счет по поводу Ников, так как сомнительно. Но я тоже, кстати, за то, чтобы по именам с фамилиями называли игроков. Во-первых, так профессионально выглядит. Во-вторых... Понятно. Но с другой стороны, Ник должен быть всегда. Так, ну что, примут сейчас тут на два Юспа или нет? А, тут вот, тут вообще все весело. Посмотри, зашли в пустой план. Первый улетел прострелом. Второй стоит, ждет свои гранаты. По-моему, он недолго ждать будет. Остальные игроки попробуют зайти в тэш. Вот такая вот ситуация. Забирают хэппи. Волевого бая, кстати, не последовало. Снова три армора будут сейвиться. Ну, французы настроены серьезные... Серьезные девайсные показатели, судя по тому. Вот я... Непонятны эти сейвы. Либо это действительно какая-то... Либо они хотят разозлить датчан. Либо хотят их заставить играть более агрессивней. Ну, вот этот парень точно хочет фрагов. Ему бы сейчас дефьюз пошел бы на Б. Ну, один фраг сделал. Второй. Ну, вот это подгон. Ну, Келли сейчас, скорее всего, просто должен в чат написать. Респект, бро! Респект, бро, за АВП! 10-8. Два раунда преимущества у команды Дигнетес и преимущество на одну карту. В общем зачете. В этом матче. Проигравшая команда, напомню, попадает на коллектив Хелл Рейзерс и будет играть на вылет с этого чемпионата. Так, мидл, Апекс. Нестандартно слышит парыч. Ну, вот сейчас мало кто рискует с такими позициями в упоре. Ну, в итоге Апекс, считая парапет, моментально стягивается и пытается помочь своим тиммейтам на, но датчане все еще не организовали свою атаку. Ну, идет небольшая проработка центра. Попробует сейчас, скорее всего, зачекать бустер. Ну, тут велик шанс того, что первый фраг все-таки будет с Апексом в парыче, если не будет моменталки и выпада. А, его просто смоком закрывают. Отлично. Отвернулся, отвернулся. Отлично. Один все-таки падает и... Ну, не заметили. Тем не менее, есть размен. Но очень скользкая ситуация. Очень скользкая ситуация. Фетишный медлят добавляет остроты. Для LDLC. Поля своего Пэй. Посмотрите, может сейчас просто выйти в центр. Спокойно заходит. Понимает то, что его о нем знают. Берет АКМ. Чекает нижнюю Тэшку. С Пальмы никто за ним не приходит. Вот она, Пальма сейчас должна сработать от маньяка. Заходит в спину, забирает спокойно фетиша. Ну и все, здесь выбивание просто АБЦ. Ну вот, фетиш должен был либо сейчас развернуть этот раунд в пользу своей команды, либо одну из точек не удержать. И вот... Ну, в любом бы случае оставался один против двоих. Один БД Фьюзел, второй прикрывал. Ситуация была тупиковая. 10-9. В общем, обе команды боятся ошибаться. От этого... Игра становится... Матч сам по себе. Обретает нереальное напряжение. Тысячу миллионов Counter-Strike Vault. Если бы можно было посчитать. Так, фетиша поранили. Бедняжка довыпендривался на центре СВП. Ну нельзя ходить, цитляться с Квикли туда. Действительно, какой бы ты ни был классный. А вот Хаена Мидл это весьма интересно. Девайс. Минус Маньяк. Сюрпризов начинается, конечно же. Парапет падает. Нет. Апекс. Вот последний момент выживает. В итоге уходит красный. Нет. Типекс догоняет. Ну все. Дальчане сейчас готовы построить свою атаку. Но неждан создаёт Узи. И вот от кого-кого от него мы не ожидали. Прихватывает на Мидле. В итоге дальчане снова встают и понимают то, что надо сейчас как-то пытаться убивать Мидл. Давать размен. Либо давать размен на другой точке. Но позиции уже заняты. Атака была организована на А. Времени 55 секунд. Происходит небольшая притяжка в сторону Мидла. Узи по-прежнему готов удивлять. И может сейчас зайти в Т-шку. Ну вот если бы он сейчас зашёл в Т-шку и дверь забрил в спину. Я бы... Я бы, наверное, не знаю, пустил бы рачка для дальчан. Но нет. Нет. Ну и самое главное. Если вы приложите свою ладонь к правой стороне экрана. То увидите, что на Б-планте никого. Умирает Аплент. Узи даёт флешку. Притом, что сам же от неё слепнет, пытаясь туда зайти. Ой-ой-ой. Да вот единственное... Преимущество, которое здесь есть, это то, что у дачан нет дыма. И нестандартно играет Узи. И справляется. Сыграет бомб-кэрри. 1-2 остаётся. Ксипикс. Но это, можно сказать, клатч. Клатч мачо-начо. И может быть 1-2 что-то покажет. Но, к сожалению, он съел слишком много гранаты. Вот, да. Ну, его просто здесь загоняют в угол. И ничего здесь не сделать. 10-10. Тем не менее, бомба была поставлена. Давайте смотреть, что будет по деньгам у Дигнитас. Но мне кажется, что... Ну да, 2-8, 2-7, 3-6. Не хватит здесь. Не хватит здесь на бай. Поэтому 1 придётся отдать. Но если рискнут купить, это будет проявление характера. Либо тильт. Пока не ясно. Нет, покупает 2 ЦЗшки. Так, П-250, П-250, ЦЗшка и ЦЗшка. Понеслась. Рашбэ. Узи на приёме. И, по-моему, он сейчас тут просто может не подвинять. Да, забирают Узи. На планте есть Хэппи, которого также забирают. Трифтвик ситуация. 2 девайса есть. Бомба ставится. Нужно реализовывать девайс. Апекс умудряется подрезать к Сибирске. Гривая граната. Но бомба не стоит. Бомбка. Нет, всё. Встал. Встала бомба. Фетиш поставил. Раскидывает флешки. Игроки защиты также в ответ кидают на выбивание. Но всё может закончиться реально в считанные секунды. Фетиш готов делать выпад. Это будет опасный момент определённо. Но французы с контрией. Играя не торопясь. Аккуратно им удаётся сотворить. Им удаётся сотворить этот раунд в свою пользу. Не знаю. Выйти вперёд. Вперёд. Наконец-то. Наконец-то. Но это уже второй раз, когда они выходят вперёд. Или даже третий. Я не знаю. Раунды слишком качельные. Но весьма существенные потери терпят в экономике. Хотя 4 500 есть у УЗИ. Но 9 200. У Хэппи. Но два игрока только смогли себе, как видим, нафармить у французской команды. По сути, у двоих будет бай, если этот проигрывают. Так, матч ставится на паузу. Статистика перед вами на экране. А если быть точным, то... То я вам хотел показать составы, чтобы быстренько альтабнуться в скайп и узнать, что же... Там или нет. Что же там происходит? Ничего не происходит. Так, 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 так. Тебя в CS долго не было. Да я читал последний апдейт. Нужно нажать таб, потом на правую кнопку мыши. Потом уже выбирать профиль с GoTV. Видимо, выбор профиля не работает. Поэтому, вот, например, тут нажимаешь правую мышку и ничего не работает. Left click to select. Это, наверное, просто на сервере задаются параметры. И эти параметры не всегда можно задать на ура. Но мы от этого ничего на самом-то деле не теряем. Все, что мы можем посмотреть, это количество часов в игре. А большинство игроков предпочитает не показывать свое количество часов в игре. И просто тупо лочит свою Steam-страничку. Я, кстати, за то, чтобы как-то с этим, не знаю, боролись. Потому что есть... Определенные... Расклады. Продолжение cool story. Идет слэм по арене, видит вилат орет. Смешно, смешно. В машину. Просто трэш. Так, а я зайду на Health Work, посмотрю, что там написал этот... Парадокс. Он мне пишет, что я опять толстый нуб. Боже мой. Когда же вот у этих людей появятся яйца, и они научатся приходить на LAN-чемпионаты, хотя бы на LAN-финалы StarLadder, и... рассказывать об этом в лицо. Ну а тем временем команда из Дании терпит фиаско при атаке на B-Plant. Но Каджум совершает удивительную серию фрагов, давая минус два. Тем не менее подрывается на гранате, и один в два остается его... Один в три остается его братан-фетиш, которому просто не дают пройти на B. 10-12. Ну вот Узи защитил. Узи защитил B-Plant. Такое ощущение, что Дингтес реально видит в нем слабого игрока. Хотя... 9-22. Ну вообще статистика, она не важна. Я просто очень много читаю, как бы, да, вот именно там французский вакарм, хелтворк, соответственно, да, читаю, что обсуждают европейцев. Ну потому что наши, в основном, вот наши комьюнити, которые что-то пытаются обсуждать, те, кто интересуются, они просто смотрят трансляции, считают репортаж. А те, кто что-то обсуждают, обычно на российских киберспортивных сайтах, ну почему-то у них вот вместо рук, я не знаю, по попе, и они начинают поливать. Там как-то, я не знаю, ну как это описать. Абсолютно нелогическое поливание грязи у всех и вся. Особенно своей же командой. Аналитика просто на таком уровне, что с ума сойти можно. Ну что ж, дачанин, встанут на дайсте? Ой-ой-ой, Дюпри навелся! Вот это реакция! Выцепил КТ! Ну это Free B-Plant! Тут просто бери, не хочу, заходи, Хэппи! Убивает, Хэппи запирают. Ну что, зашли, по-моему, нормально. С двух сторон бомба ставится. 3-3 размен. Смекла пытается сыграть Квикли. Забирает Каджунба. 2-3 в меньшинстве датская команда. Б-Plant пробили. Маньяк запирается. Тэшки. Его они ждут. Но фетиш, фетиш понимает то, что, скорее всего, кто-то будет. Бомба стоит на бумбокс. Это не очень выгодная, на самом деле, позиция. Надо было ставить на Тэшку, хотя тоже непонятно, что будет. Ну вот, спасет только то, что Квикли с ВП, хотя его фазумы могут быть эпичными. И да, 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 да. Две решает. 13-10 и датчаня. В очередной раз. Это уже третий раунд подряд, когда они на Б просто терпят фиаско. Оставаясь на пакете. Вот Тэшку не законтрили. Удачный тайминг, конечно, был там для игрока защиты. Но, по-моему, им стоит задуматься о том, как не терять игроков при выходе на Мидле. Не, Мидл, они выходят, по-моему, идеально. Единственное, что у них не... К тому моменту, когда они хотят выйти Мидл... Опа, 3Б! Ну все, там сейчас, если был респаун... Нет, респаун-то и был, но девайс не пошел. Дюпри не бежит в пропет. Не понимают сейчас, что происходит. А здесь тупо подсадка. И если ее сейчас дигнет, то закидают. Зачекают. Или хотя бы хоть чуть-чуть догадаются. Это будет просто жесть. Ну, первый пошел. Второй пошел. Тут подсадка, авика нет. И вот халявные два фрага просто срываются с крючка, как... Как рыба с лески. Тонкая. Эксипекс. Спарыч открывает аплэнд. Но не продолжает атаковать. Апекс успевает перестроиться. Ну и сейчас будет раздавать, по-моему... Сами знаете чего, кому и сколько. Если не спасет стрельба, девайс! Петишь! Запирает аркаду на мидл. Все, теперь уже... Ну, тут уже встали французы. Не побоялся Хэппи остаться на точке. Дождался экшена и действия от Фетиша. Ну и в итоге просто выиграл здесь, стоя на месте. Хэппи. Флэшка. Рыб парочек. Контра от ящика к Сипексам. Ну... Ну такое! Он еще и в голову поставил. Так, ну тут уже французы начинают переться потихоньку. Тут уже начинают потихонечку французы разыгрываться. Но если на некие засильную сторону сыграли отлично, здесь сыграли первую половину 8-7, это в принципе означает борьбу, то сейчас видно то, что некоторые из игроков команды LDSC предельно разыграны, судя по таким вот мега сейвам и ответам на реакцию. Но это еще пока ни о чем не говорит. Опять-таки команда обыгрывает. Все. Любую стрельбу, любой скилл, любой экшен просто берет и обыгрывает. Так, Фетиш перестраивается. Вот вам покажу Фетиш. И вообще он весь раунд практически тот и этот оставался центровым. Не удается отыграть длину против Перекрестного Огня, но здесь Дюпри нужна по-любому помощь. Приходит Квикли. Все, пошла граната, яма забирает. 14-11. Ну что будут делать вот эти два брата? Акробата, по-моему, понятна. Один за бомбой, второй с лопатой может себе рыть могилу. Все. Ксипикс последний. Ксипникс. Вообще какой-то тупик. Димдигнтас встали в тупик. Ну что ж, я надеюсь, будет перерыв и перед третьей картой мы все-таки с вами... Хотя третья карта Инферно. Вот там-то французы могут, в принципе, перевернуть. Если здесь, сейчас возьмут. Ну и что, у Димдтас нет денег. Раунд самый важный. Нет денег, будут отдавать 15. Куда пойдет Ксипикс с флешкой, пока не ясно. Остальные игроки пробежали спокойно туннели и готовы вырваться в парыч. На парыч агрессивный прием от Апекса. Будет выходить мидл под моменталку, но там, по-моему, будет... О-о-о, идите ко мне, сладкий, говорит Узи. И Кевин и Вернелло прикрывают Хэппик, который с Апексом и с бандой спасает, в принципе, все. Дэвайсу удается пройти на Б-плент. Он, по-моему, пока что еще не понимает, что его зачекали. Ну или зачекают. Да, тэшка верхняя. Убивает Апекса, но далеко отсюда уже не уйти. 15-11. Ну что ж, смогут ли датчане дать камбэк в очередной раз? Новики выбрались из минуса просто нереального. Смогут ли здесь они это сделать? Или нет? Для меня загадка, не знаю, как для вас, но мне бы хотелось, чтобы они это все-таки сделали. Не потому что две карты хочется, а просто потому что это... Это будет интересно. Франция против СНГ. Каджунт минус хэппи. Ну, начало неплохое, но тут как бы три пистолета. И свои пистолеты Дигнетас уже спалили. В принципе, французам сейчас все, что стоит делать в французской команде, это просто стоять на позициях. Стоять на позициях, никуда не лезть. Они, в принципе, это понимают. Мы это с вами видим. Но, тем не менее, вот ошибочка была сейчас небольшая. Апекса, Каджунт, правда, за нее не зацепился. Был шанс убить Парапет. И тогда бы была сплит-атака. Но, тем не менее, вот длина убивает, и Каджунт полетает в спину 4 в 1. Ну, Узи нужно сейвить. Узи нужно сейвить. Теперь уже по-любому. Унылая картина лицом в тиске. 15-12. Да, вам напомню, что вот примерно... Не, ну если, конечно, сейчас Дигнетас развернут ЛДЛС и на этой карте, на овертайме, это... Для ЛДЛС вообще играть перестанут, поменяют состав уж точно. Так, ну попытка постреляться с дымом вообще никакого результата не дала в начале раунда. Ажума, ксипик с нижней аташкой, как видим. Мидл, Дюприо, ой-ой-ой-ой-ой, это ж как-то... Дым лежал и подловил, подловил парня на кольке. По факту один сейчас на бэк. Ажум готов сорваться, дачане начинают атаковать. Смотрим, как разыграет хэпи-мидл. Он играет под флэш. Грамотно! Какая стрельба-то! Три головы, три головы, дачане встают. Все, воняет, просто воняет 16-м раундом сейчас. Французским 16-м раундом. Но Каджун по фетиш не сдаются. Фетиш проблевает тэшку. Апекс пытался зааркадить. Агрессия не оправдала свои ожидания. Тимол Диэлси никуда не торопится. Готовят раскидку и попытаются сыграть сейчас на бомб-кэрри. Дигнетас немножко потерянный. Они не знают, что происходит и в каких позициях сейчас находится защита. Каджун палит бомбу, проходит на дефолт. Нет, на дефолт ставят между ящиком, взлетает граната. Идет врыв, плент ошибается, Квикли. Не взрывает, не взрывает. Аппонента лезет, маньяк! Это жесть! Команда просто подставляет своего счастливщика. И это 13-15. Минус деньги. Минус деньги и отдача 14-го раунда. Какая борьба от датчан. Какой нереальный хэппи. Какая борьба от датчан вдвоем на б. Просто по жести. Расторанили французов. Те-то уж обрадовались, но не смогли понять всей ситуации. Тем не менее, французы принимают длину. Но ошибки продолжаются. И агрессивная игра на медле ни к чему не приводит. 4 в 3. Минус яма. На медле хэппи. Счастливщик, по-моему, настроен сейчас серьезно с парапета разыграть. Успеет? Нет, не успеет. Он пройти здесь до просвета. Игроки атаки будут там первыми. Ха-е! Без шансов. Типа забирает. 14-15. Ну что ж, друзья. Вот такие вот напряженные повороты. Недовороты. Ну хэппи на самом деле четко принимал. Если вы не заметили, просто я-то видел, я не комментирую, типа, что он там делает. Да, я стараюсь просто, стараюсь просто пока вообще вспомнить, как это дело, как вообще комментировать, да. Он спокойненько стоял тут, раскидал с этой позиции флешечки. И такой, хопа, привет парни. Ну тут еще смог, конечно, смог, конечно, подмастил, сыграл свою роль, но смог был игроков атаки. Поэтому это уже проблема датчан, то, что они втроем не смогли выйти. Так, с другой стороны, у датчан начало сейчас крайне продуктивное. Забревают они гибли, убивают УЗИ. Апекс просто хорош. Апекс, я в аркаду, давай. Апекс the best of the best. Короче, Апекс сейчас просто слил раунд. Не, ну он, конечно, здесь не виноват, но... У Тима ЛДЛС как бы на одного игрока в меньше при бомбе на Б. И Апекс на центре погоды сейчас не сделает никакой, если не убьет Девайса. И, по-моему, вот автодиректор показывает Девайса. Да, Девайс все-таки выконтрил здесь Апекса и остается последний Хэппи. Ну, про Хэппи вот сказать вообще нечего. Играет парень очень жестко. Видно, что разыгрался 15-15. Датская команда все-таки настояла на своем, и будут эвертаймы. Эх, друзья. Эх, друзья, слов нет. Просто нет никаких слов. Ну что ж, Макс Раундс, как я смотрю, 3. Да, МР-3, 10 тысяч на счету каждой команды. И файт будет просто сейчас нереальный. Так, Узи Б, Хэппи тоже. Апекс на центре. Дым лежит. Апекс залетает в центр. И побежал, 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 побежал. Каджу. Каджу. Минус Апекс. Ну вот как же рискует француз? Зачем? Непонятно. Почему не продолжить играть по четко поставленному своему плану? Почему они начинают... Ну, это тильт. Это просто тильт. Ну, здесь сейчас Узи, конечно, оправдал Аркаду своим фрагом. Но, тем не менее, сыграли только в размен. Атака по длине, тем не менее, пройдет вообще без особых проблем. Единственный шанс будет здесь французов отбиться только при плотном выбивании. Которое осуществить будет весьма сложно. Ну, Маньяк нормально с буста сыграл. Самое главное не ломиться. Квикли. Минус Девайс. Ну, это ошибка на ошибке. Моменталке все. Остается фетиш. Бомба не на длину и... Или на длину. А, бомба не на длину. Все. Ну, забирают здесь фетиша. 16-15. Выбивание сыграло... Все, я уже с ума схожу. Но выбивание французов сыграли крайне-крайне четко. И... Получили за это свой 16-й раунд. Который они так хотели в конце. Который они так хотели, имея 15. Но получили его только на овертайме. И понимают, что это еще не все. Ничего не закончено. И Дачан это только прозлит. Бомба, кстати, у Дачан стояла. Поэтому деньги будут по-любому. Да, они бы по-любому были. Но бомба, тем не менее, тоже плюс. Ну, и давайте смотреть, как на этот раз разыграют. Ох, сейчас будет. Нет, успевает уйти. Успевает покинуть. Квикли опасную позицию. Покидает нижний темный. Но инфы, по-моему, здесь не было. У Дачан там лежал дым. И Квикли играл больше на рандом. Три игрока. И сейчас у французов на медле. Если бы кто-то попытался пройти парапет чуть раньше, то Дачане бы смогли просто выйти в пустой аплэн. Ну, и этого мы с вами здесь не видим. Опасная позиция. Ну, и Хавмасян попробует закрыть всех. Увидел голову. Не попал. 74. Упал на бустер. Давай попытаться догнать. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Не понял он. Не понял он, куда делся игрок защиты. Ну, и начинается эпопейный провал за провалом. Три в четыре. Благодаря Дюпри. Ну, тут очень цепкий мид, конечно, у французов. И очень непонятно играют сейчас Дачане оставшиеся секунды раунда. Вообще каждый просто дохнет по одному. Лезут по своим позициям. Для чего непонятно. Это 17-15. Ну, что LDL-C? Ну, сейчас надо доказать. Надо доказать французам, что это их карта. Надо доказать, что они могут. Нельзя два раза проигрывать против камбэка. Ну, знаете, я думаю, датская команда настроена на самом деле так же. Вот они сейчас сидят и думают. Ах, эти LDL-C. Ах, этот Квикли-то. Я помню, что у тебя на лане было. Бонжур, бон-вояж, аривуар, аривидерчи и все прочие слова на французском. Хэппи. Вот это да. Вот это лол. Вот это просто. Слов у меня нету. Ну, посмотрите, что происходит на карте. Я выражу свои эмоции просто смайликом, потому что... Ну, потому что... Потому что это нереально. Сейчас маньяк, если сфейлит... Не, маньяк не сфейлит. Играет железно. Кольт свитч. Засвичил девайс. Чекает план. Бомба ставится анти-лонг. Дюпри. Самое главное сыграть против пропета, уверенно. Не открытся подъемы. Подъемы в итоге открываются. Ну, развели на экшен и... Все, по болванкам. По болванкам получает команда Дигнитас, несмотря на халявную длину. Ну, проиграв в Бэплэнт, они просто не понимали, где находятся игроки защиты. Скорее всего, они думали, что это будет что-то другое. 18-15, первая половина. И... Ну, матч-поинт. Игра на матч-поинтах для ЛДЛС будет продолжаться. ГХ. Рэди, рэди. Все, никакого перерыва. Четвертый раунд с первого овертайма. 18-15. И Дигнитас сейчас нельзя проигрывать ни одного. Но, проиграв этот, они теряют на этой карте свой раунд. Поэтому... Так, ну вот первый уже... Первая предпосылочка к этому есть. Сейчас еще смоком закроют, и все, никто не пройдет. Нет, остается Каджун все-таки терпилку проверять. Откидывает гранату, палит свою позицию. Очень-очень зря. Очень зря. В итоге выходит на длину, потому что его тиммейты поджимают в этот момент парыча. Французы просто спокойно под этот дымок разыгрывают всем известный... Помните, как называется ключик к любой защите соперника? Правильно, аккуратная игра на медле. Что, собственно говоря, мы сейчас с вами и увидели. Но, тем не менее, на Б-планте удается отбиться Дюпри. На Реладе его подлавливает дверь. Он не знает, куда смотреть. Трип-два разменивается француза. Ну и здесь, если... Ну все, тут надо просто уже все фантастически затупить, чтобы не взять. Все, здесь надо затупить вообще мега нереально, чтобы не взять такой раунд. И 19-15 в пользу LDLC. Это 1-1. И мы с вами увидимся на карте Д'Инферно, на которой будет решаться все. Все, поздравим, тем не менее, команду из Франции, потому что они смогли. Увидимся через несколько минут и будем смотреть третью карту. Сейчас будет небольшой перерыв и, скорее всего, минут даже на пять. И у комментаторов в том числе. Продолжение следует...